Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такой замечательный снут хомут на шею в наборчик к шапочке, которую мы уже связали в предыдущих видео. Снут у меня шириной в 21,5 см, в длину 1,2 м. То есть довольно-таки пышный, крупный такой снут. Вязала я его довольно-таки простым узорчиком. Я взяла двойной жемчужный или двойную путанку, двойной риск. И благодаря крупным спицам у меня получилось вот такое вот объемное вязание снут, не тоненький, то есть вот такой вот довольно-таки плотный, толстенький и объемный узор выглядит в итоге. Как на мой взгляд получилось довольно-таки симпатично. Вот. Вяжется он в принципе на одном дыхании. Я его связала за один вечер. Вот. Я думаю, что у вас все обязательно получится. На данный снут у меня ушел практически моточек данной пряжи. Вот. Вы уже смотрите в зависимости от размеров, которые вы хотите, варьируете ширину, варьируете длину, которую хочется вам. Соответственно, если это у вас снут, как у меня, для девушки, то такая вот ширина, такая вот длина, самый оптимальный вариант. Если у вас детский снут, то, соответственно, берете поуже его делаете, то есть меньше петель набираете изначально и покороче вяжете. Вот. Если для мужчины, то тоже в принципе такие вот варианты размеров довольно-таки подходящие. Можно сделать чуть пышнее, чуть уже. Вот. Конечно же, кому понравилось, присоединяйтесь. Вяжем с вами вместе. Для вязания я буду использовать пряжу Gimalaya Super Soft Yarn. Более подробно вы сможете посмотреть об этой пряже отдельное видео. Ссылочку оставлю в описании. Смотрите под этим видео. Спицами вязать буду номер 4 прямыми. Можете использовать круговые, но мы будем вязать прямыми обратными рядами. Далее вам понадобится сантиметр, либо канцелярская линейка, ножнички и крючок. Крючок я буду использовать номер 3. Можете взять чуть тоньше, чуть толще. В принципе, здесь не очень важно. Если вы будете закрывать петельки и сшивать изделие крючком, то, соответственно, используйте крючок под толщину вашей пряжи. Можете использовать для сшивания иголочку. Для вязания снуда нам нужно набрать любое четное количество петелек. Из них у нас будут 2 кромочные. Я для ширины снуда буду набирать 42 петли и плюс 2 кромочные. То есть в общей сумме 44 петельки. Я 2 начальные петли набираю на одну спицу, затем приставляю вторую и набираю еще 42 петли. Я набрала на одну спицу начальные 2 петельки, лишь для того, чтобы у нас не были растянутые крайние петельки в нашем вязании. Я этого не очень люблю, поэтому набираю всегда практически на одну спицу начальные. А затем продолжаю набирать обычным самым способом в общей сложности 44 петли для ширины снуда. Все петельки набраны. Теперь вытаскиваем одну свободную спицу, на которой, обратите внимание, нет начальных двух петелек. И теперь начинаем вязать первый ряд. В первом ряду первую петельку кромочную я провяжу. Во всех последующих рядах первую петлю я буду снимать непровязанной. Итак, вяжем первую петельку лицевой, вторую петлю вяжем изнаночной, третью лицевой, четвертую изнаночной. И вот так чередуем лицевая и изнаночная до конца первого ряда. Последняя петля, независимо от узора, у нас всегда будет изнаночной, так как это вторая кромочная петля ряда. Последняя кромочная и изнаночная и разворачиваем на второй ряд. Второй ряд очень простой. Кромочную снимаем, дальше вяжем по рисунку, как ложатся петли, заданные в первом ряду. Первая петля после кромочной у нас идет изнаночная, так и вяжем ее изнаночной. Вторая идет лицевая, так и вяжем лицевой. При этом изнаночную я вяжу за ближайшую стенку изнаночной, а лицевую вяжу за дальнюю стеночку лицевой. И при этом у нас будет красиво ложиться петельки лицевые, как с лицевой стороны, так и с изнаночной стороны. И будет рисуночек красивый, ложится двухсторонний. Смотрите, чередуем лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная по рисунку до конца второго ряда. И независимо от основного узора кромочная последняя петля у нас изнаночная. Третий ряд узора мы свяжем немножечко со смещением. Первую кромочную снимаем, дальше у нас идет изнаночная петля. Мы над изнаночной вяжем лицевую, а дальше идет лицевая петля. Мы над лицевой вяжем изнаночную петлю. То есть как бы в шахматном порядке мы чередуем лицевая и изнаночная, при этом над лицевой петлей вяжем изнаночную, а над изнаночной петлей предыдущего ряда вяжем лицевую. Итак, чередуем лицевая и изнаночная, но уже со смещением в шахматном порядке. До конца ряда лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная, При этом изнаночные лицевой я вяжу за ближайшую стеночку к нам, а изнаночную вяжу с лицевой петли за дальнюю стеночку от нас. Для этого у нас будет красивенько ложиться, благодаря этому у нас будут красиво ложиться петельки, и узорчик будет красиво располагаться с обеих сторон. Лицевые петли вяжем над изнаночными, а изнаночные петли вяжем над лицевыми. И независимо от узора, кромочная последняя петля у нас изнаночная. И четвертый ряд, это последний ряд рапорта узора в высоту, вяжем, как и второй, по рисунку. Кромочную снимаем дальше. У нас идет лицевая петля, так и вяжем лицевую над лицевой. Дальше идет изнаночная петля, вяжем изнаночную над изнаночной. Лицевую петлю я вяжу за дальнюю стенку лицевой, а изнаночную вяжу за ближайшую стеночку изнаночной. И снова красивенько располагаются у нас петельки. И красивое расположение получается у нас рисунка, благодаря тому, что мы не перекручиваем петельки. На это стоит тоже обратить особое внимание и посмотрите, как получается у нас красиво связан первый рапорт узора. Получается как бы два ряда резинки один на один, смещенные в шахматном порядке. И дальше продолжаем вязать четвертый ряд до конца. Над лицевыми вяжем лицевые петли, над изнаночными петлями вяжем изнаночные петли. Обязательно не перекручивайте их, вяжите красиво по рисуночку, как ложатся петельки. И кромочная последняя петля у нас изнаночная. Пятый ряд вязания начинаем с первого. Кромочную снимаем, дальше вяжем, чередуя изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так вяжем до конца ряда. При этом обратите внимание, что пятый нечетный ряд мы снова по отношению к предыдущему нечетному ряду вяжем со смещением в шахматном порядке. То есть запомните, что в нечетных рядах первом, третьем, пятом, седьмом, девятом и так далее мы смещение делаем узора в шахматном порядке. То есть над лицевыми петлями предыдущего ряда ориентируясь вяжем изнаночные, а над изнаночными предыдущего ряда ориентируемся вяжем лицевые. То есть делаем смещение. А каждый четный ряд, второй, четвертый, шестой, восьмой, десятый и так далее вяжем по рисунку, который задаем в нечетных рядах. Над лицевыми петлями вяжем лицевые петли, а над изнаночными петлями вяжем изнаночные. Я думаю, что здесь понять очень вам будет просто легко. Главное связать первый раппорт. А затем уже можете отмотать видео на начало и вязать по видео. А можете просто понять принцип, самый простой принцип этого узора. Кромочную обязательно последнюю вяжем изнаночной. Когда у нас первая кромочная, мы ее снимаем непровязанной. Связав нечетный пятый ряд, четный вяжем по рисунку. Над изнаночной вяжем изнаночную. Над лицевой вяжем лицевую петлю. Изнаночную я вяжу изнаночной за ближайшую стенку к себе. А лицевую вяжу за дальнюю стеночку лицевой, которая находится дальше от меня. Снова изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. То есть как бы довязываем второй ряд. О чем я вам говорила, резиночки 1х1 в шахматном порядке. Довязываем второй ряд. И снова в седьмом ряду мы будем вязать петли со смещением в шахматном порядке. Над лицевыми петлями будем вязать изнаночные, а над изнаночными петлями будем вязать лицевые петельки. А в каждом четном ряду как бы довязывать просто второй ряд смещения. Затем снова в нечетном ряду делаем смещение петель. А в каждом четном добавляем второй ряд к смещению. Вот так вот. То есть каждый изнаночный ряд мы вяжем по рисунку. А каждый лицевой ряд мы меняем, делаем сдвиг петель в шахматном порядке. Смотрите, мы связали с вами полтора рапорта узора высоту. То есть первые 6 рядочков. Хотите, можете еще раз повторить, включить видео с самого начала. И провязывать, начинать со второго рапорта. То есть получается вот эти пол рапорта, которые мы с вами связали, высоту пропустив. Дальше продолжать со второго ряда. Либо же, ой, с третьего, простите, со второй части рапорта. С третьего ряда и вязать четвертый. То есть сейчас, по идее, у нас получается по счету седьмой ряд он вяжется как третий. Восьмой ряд вяжется как четвертый. Вот таким вот образом продолжаем вязать наш снуд до нужной длины, пока нам не придется его сшивать. А как сшивать я вам покажу очень легко и в два способа. Итак, я провязала длину снуда 120 сантиметров. По соотношению к ширине снуда я считаю этой длины более чем достаточно. И сейчас я вам хочу показать первый из способов, как можно красиво шить снуд. Для этого вам нужно не довязать четвертый ряд рапорта в высоту. То есть я провязала, получается, три ряда рапорта в высоту и закончила. Сейчас буду делать, получается, провязывание четвертого ряда. Вместо четвертого ряда я сейчас буду сразу же параллельно закрывать петельки. Один из способов, которым мы будем сшивать снуд, это закрыть петли и шить две боковые стороны. Начало и конец вязания. Так как по количеству петелек в начале и в конце у нас равное, то, в принципе, будет аккуратный, красивый переход с одной стороны на другую сторону. Я рекомендую вам не спешить повторять за мной первый вариант, потому что вы потом, просмотрев первый и второй вариант, выберите, какой вам нравится больше. Определитесь для себя, лишь после этого будете делать закрытие. Если же любой вам подходит, то, в принципе, можете параллельно со мной сейчас сделать первый вариант. Это закрыть петли и шить край. Закрывать петельки я буду самым обычным способом, но при этом ориентируясь по рисунку, который у меня должен быть в четвертом ряде рапорта. Кромочную снимаем, дальше у нас идет по рисунку лицевая. Мы так и вяжем ее лицевой и кромочную одеваем на лицевую, при этом кромочную спускаем полностью с правой спицы. Дальше у нас идет изнаночная. Мы вяжем ее изнаночной и вот эту лицевую, которая у нас была, одеваем на изнаночную, спуская со спицы. Снова лицевая идет, мы вяжем лицевой и на нее одеваем предыдущую петлю. Вяжем на дне изнаночную и одеваем предыдущую петлю. То есть вот таким вот образом я буду провязывать по рисунку, как ложатся петельки. При этом, посмотрите, у нас получается параллельно провязывается четвертый ряд рапорта, на последний и закрытие петелек. Мы лицевую вяжем над лицевой и одеваем предыдущую петлю на нее, спускаем со спицы. Изнаночную вяжем над изнаночной и спускаем на нее предыдущую петлю. Лицевая над лицевой, спускаем петлю. Делаем самое-самое обычное закрытие петелек, но по рисунку. И вот так вот провязываем получается четвертый заключительный ряд. Параллельно закрываем петельки до самого конца этого ряда и рапорта. После того, как сделали закрытие петелек, берем в руки крючок и разворачиваем вязание, получается, другой уже стороной, чтобы вот эта последняя петелька у вас, закрытие, была с правой стороны. Теперь ищем второй краешек снуда. Вот он у вас. Вы ровно пополам складываете таким образом, чтобы наборочная косичка, посмотрите, с одной стороны вот зубчики, с другой стороны косичка, была у вас с внутренней стороны. И вот так вот на нее кладем вторую часть снуда. То есть, если вы сложите пополам ровно, у вас должны соприкасаться все края, и получится такая как бы мнимая петля. И теперь после этого мы начинаем делать сшивание. Я буду делать сшивание крючком. Если вам удобно делать сшивание иглой, то, соответственно, делайте иголочкой. Выдеваете ниточку в иголочку и сшиваете удобным для вас способом. Но я буду делать вот таким. Смотрите, одеваем крайнюю петельку, закрытие вот петелек, на крючок. И после этого находим в наборочной косичке вот крайнюю петельку. Вот она у вас. Захватываем рабочую ниточку и продеваем сквозь первую стеночку и вторую стеночку снуда. Стеночка ближняя к нам, стеночка дальняя от нас. Вот сквозь две продеваем рабочую ниточку. Дальше находим первую петельку с нашей ближайшей стеночки. Вот она. За две полупетли захватываем косичку. И с другой стороны находим крайнюю петельку. За две полупетли косички захватываем крючок. На крючке у нас получается рабочая петля и две стеночки. Захватываем рабочую нить, продеваем сквозь две стенки и сквозь петлю. То есть соединительный столбик делаем. Снова находим с первой стороны косичку и с другой стороны косичку. захватываем крючком и продеваем сквозь них рабочую ниточку и сквозь петлю на крючке вот таким вот образом захватывая постепенно не пропуская петелек ни с одной ни с другой стороны мы каждую петлю с одной стороны и с другой стороны соединяем соединительным столбиком вот таким самым простым способом мы делаем сшивание вот так с одной с другой стороны ничего лишнего не захватываем от этого зависит красота лицевой стороны с одной с другой стороны протянули с одной с другой стороны протянули рабочую ниточку сквозь две стеночки и петлю на крючке с одной с другой стороны сквозь петлю вот таким самым простым способом можно сшить это первый смотрите вариант и я вам покажу внешнюю сторону у вас внешняя сторона получается как бы снова непрерывное вязание при этом такая вот еле-еле заметная полосочка у вас внутренняя сторона получается тоже красивая посмотрите тут есть шовчик но он очень-очень мягкий такой очень красивый и это относится к первому варианту вы сшиваете до конца полностью вот этих петелек пока они у вас не закончатся их одинаковое количество как с одной так и с другой стороны поэтому у вас должна идти петелька в петельку и в конце закончится также одной последней петлей затем прячете вот эту рабочую ниточку отрезаете и вот этот хвостик наборочный который был в начале и в итоге посмотрите у вас получается вот такая красивая сторона с внутренней и с внешней стороны вот так вот это один из вариантов а второй из вариантов это точно также довязываете до третьего ряда рапорта последнего четвертый не довязываете у вас остаются открытые петли на одной спицы я вот так вот подтяну на серединку спицы и оставляете эту сторону вот так вот с другой стороны там где у нас была наборочная косичка и начала вязания первого ряда мы берем находим вот этот хвостик и смотрите поворачиваем к себе таким образом чтобы у нас была сторона где красивая косичка то есть вот они рубчики наши первого ряда а это получается изнаночная наша сторона и находим вот эту ниточку и тянем за нее смотрим какая тянется вот ниточка с другой стороны посмотрите вот ее начинаем вытаскивать снова смотрим тянем и какая ниточка тянется вытаскиваем тянем какая ниточка вытаскивается такую вот и вытаскиваем вот она у нас снова тянем какая ниточка вытаскивается такую и вытаскиваем я буду вытаскивать крючком хотите можете спицы вытаскивать и посмотрите тянем поочередно за каждую полупетлю наборочной косички и вот она ваша рабочая ниточка посмотрите начальная начинает вытаскиваться и освобождать петельки то есть делать открытые вот такие вытянутые петли нам это и нужно вот таким вот образом я буду вытягивать до конца этой стороны то есть вот так вытаскиваем поочередно за полу петельки наборочной косички вот эту рабочую нитку до вытаскивать до конца ряд у нас получились вот такие длинные вытянутые петельки если мы сейчас начнем работать с этими вытянутыми петельками то будет не очень аккуратный красивый у нас шовчик для этого мы еще берем до вытаскивая до конца ряда берем вытаскиваем еще в обратную сторону то есть смотрите вот у вас тянется краешек этой ниточки которую мы вытаскивали так и продолжаем его вытягивать в обратную сторону и у вас получается тоже открытые петельки но они менее аккуратные и гораздо меньше чем вот эти вытянутые вот таким вот образом я продолжу вытаскивать еще один ряд в обратную сторону и у нас получится как бы мы получается сейчас распустили наборочную косичку и первый ряд то есть мы окажемся в начале второго ряда нашего вязания вот снова наша ниточка и я ее вытаскиваю здесь она как бы идет такой вот затянутой полу узелком затянутым вот но вы не бойтесь тянуть вытаскивайте но при этом аккуратненько смотрите чтобы у вас не распустились вот эти петельки хотите можете параллельно одевать их на спицу вот принципе мне не очень будет удобно сразу их одевать на спицу поэтому я до распустил уже до конца этого ряда тогда уже одену на спицу вот они у нас петельки 1 2 3 4 5 6 и в конце вот она 7 петля то есть я распустила уже 7 петель и вот и дальше продолжаю распускать до самого-самого вот здесь вот второго краешка теперь получившиеся открытые петельки одеваем на спицу если у вас спица обоюдо открытая то любой стороной если же у вас спица с одной стороны стоит с ограничителем со стопером то одеваете получается слева направо чтобы рабочая ниточка у вас было как бы в начале ряда там где острый краешек спицы и вот так вот подтягиваем каждую каждую петельку одеваем на спицу после того как одели все петельки открытые на спицу обязательно пересчитайте у вас количество должно быть неизменно то есть 44 как и набрали изначально если у вас количество петель меньше то обязательно проверьте с одной и с другой стороны все ли вы одели петельки посерединке если все петельки посерединке одеты то проверьте теперь кромочные с одной стороны вот она наша кромочная косичка одета и с другой стороны вот она наша кромочная косичка также одета и после этого снова пересчитываем количество должно совпасть на сто процентов сорок четыре петли если вы набирали как я изначально вот если же у вас свое количество то соответственно свое количество должно также совпасть теперь берем складываем пополам и смотрим где у нас получается первая сторона и вторая сторона вот так вот у вас с одной и с другой стороны открытые петельки при этом та сторона которую вы сейчас открывали петельки вот она с верхней получается стороны у меня та которая довязывали просто вязали длину с ну да то соответственно снизу вот он краешек ниточки у вас с одной стороны а этот краешек ниточки с другой стороны который мы только что распускали вдеваем нитку в иголку и сейчас будем сделать закрытие трикотажным шовчиком ниточка такая вот достаточно длинная обратите внимание чтобы она была хотя бы в три сложения ширины снуда вашей то есть где-то порядка 60 сантиметров длиной должна быть и теперь смотрите мы начинаем сшивать трикотажным шовчиком открытые петли мы так как у нас рабочая ниточка сверху мы начинаем с нижней стороны подхватываем вот эти вот петельки и будем сейчас параллельно красиво разворачивать таким образом чтобы у нас красивой косичкой ложилась закрытие петель продеваем сквозь первую петлю рабочую ниточку просто продели и возвращаем обратно на верхнюю сторону вот так вот продеваем сквозь первую петлю на спицы верхней и снова протаскиваем рабочую ниточку то есть никаких узелочков я не делаю я просто продеваю сквозь петли ниточку с иголочкой теперь смотрите у нас получается первые петельки с одной из другой спицы спущены на нитку то есть как бы мы продели на ниточку и спустили теперь у нас одна петля вот крайняя нижняя прошитая вот она а вторая петля следующая на спицы не прошитая вот мы берем прошитую петлю вводим крючку эту иголочку и в не прошитую не прошитую снимаем и сквозь две петельки пропускаем иглу вот так вот снизу прошили теперь возвращаемся вверх мы будем поочередно нырять петли то нижние то верхние и вот она у нас петля сверху прошитая и петля первая на спицы не прошита мы прошиваем сквозь две петельки и спускаем не прошитую со спицы и вот так вот прошиваем две петельки возвращаемся на нижнюю спицу одна крайняя петля у нас вот она прошитая другая не прошитая причем я ныряю в не прошитую с нижней стороны как бы разворачиваю и прошиваю две петли спустив со спицы не прошитую петлю опять наверх вот она у нас петелька прошитая вот она вторая не прошитая мы не прошитую спускаем со спицы и прошиваем иглой не прошитую и прошитую попарно подтягиваем рабочую ниточку и снова вниз вот она наша прошитая петля и не Мы попарно прошиваем иглой и спускаем вторую петлю со спицы. Снова вверх. Вот она прошита у нас петелька. И на спице не прошитая петелька. Мы сквозь две петли прошиваем иглу и снимаем со спицы одну петельку. Подтягиваем ниточку и снова попарно снизу ныряем в прошитую петлю. И не прошитую петлю, но не прошитую петлю я захватываю снизу, для того, чтобы развернуть ее. И попарно прошиваю иглой. Снял со спицы вторую петлю. Теперь вверх возвращаемся. Вот она наша прошитая петля. Захватываем за одну стеночку. И с другой стороны у нас получается не прошитая петля. Непрошитую спускаем со спицы и прошиваем иглой. Опять вниз прошитая, непрошитая. И спускаем со спицы на иглу. Прошиваем ниточкой обе петельки. И так вот поочередно вверх-вниз, вверх-вниз, попарно прошитую, непрошитую петельку я буду сшивать обычным, самым обычным трикотажным швом. Хотите, можете включить видео отдельное, где, скажем, рассказывают более подробно, как сшить трикотажным швом открытые петельки. Вот такие открытые петельки с обеих сторон я буду прошивать попарно. Здесь ничего сложного нет, самое главное понять систему. У меня, к сожалению, камера немножечко рябит, поэтому более подробно я вам не смогу показать. Более красиво. Но при этом, посмотрите, у нас что получается. У нас получается с лицевой стороны абсолютно нет никакого рубчика и идет непрерывное вязание. С внутренней стороны у нас такой вот слегка-слегка изнаночный рубчик, но его так же практически незаметно. И благодаря этому у нас будет такой вот как бы бесшовный непрерывный снуд, как бы вязание такое вот по кругу. Но при этом получается наша окружность вязания непрерывного составляет где-то порядка метра двадцати. То есть 120 сантиметров, которые мы вязали в нашу длину снуда. Или в полуокружности в сложении 60 сантиметров. Вот таким вот образом, попарно, я буду сшивать снуд до самого конца его ширины. То есть вот я прошила буквально несколько петелек. А буду сшивать вот так вот попарно, пока не закончатся петельки. Так как у нас одинаковое количество, то должно все закончиться очень красивым краешком, где совпадут все петельки по всей ширине снуда. И снова вот попарно я прошила прошитую петельку и непрошитую сняла. Прошиваю и ее. Затягиваю я не слишком туго ниточку для того, чтобы у нас ложились красивые лицевые петельки. То есть фактически трикотажный шов это сшивание лицевыми петлями. И вот так вот у нас полностью ряд получается лицевыми петлями с лицевой стороны и изнаночными петлями с изнаночной стороны. Мне этот шовчик больше нравится, чем первый вариант. Если вам проще сшить первым вариантом, то соответственно просто закрываете петельки по рисунку и сшиваете крючком. Либо же иголочкой, как вам проще. Иголочкой можете тайными швами сшивать, а крючком можете соединительными столбиками, либо столбиком без накида. Но столбиком без накида я когда-то начинала, когда только вязать, я сшивала столбиками без накидов. И я вам скажу, очень грубые швы получаются. То лучше соединительными столбиками, если вам удобно больше сшивать крючком. Вот таким вот образом я буду поворачивать каждую петельку и сшивать попарно. Прошитую, затем непрошитую. И непрошитую каждую снимать. Вот посмотрите, какой у нас получается шовчик. На камере, я бы сказала, его практически не видно. Без камеры, если вот, скажем так, живым взором посмотреть, то здесь просто идут лицевые петельки. Которые, на мой взгляд, смотрятся более аккуратно, чем тот рубчик, который при первом способе сшивания крючком. Итак, довязав до конца ряда, вы остановились либо сверху, либо снизу. То есть уже зависит от количества петелек, которые вы набирали изначально. И теперь смотрите, после того, как прошили последнюю из сторон, возвращаемся наверх. То есть обязательно прошейте наверх, а потом снова вниз. Для чего? Для того, чтобы... Ну или наоборот, вниз, а затем наверх. То есть в зависимости, опять же, от количества петелек. Для чего это нужно? Для того, чтобы, смотрите, закрепить как бы ту сторону, которую вы вязали, провязывали, прошивали, как сказать, последней. Вот. Буквально несколько стежков. Во-первых, выровняется край. Во-вторых, вы хорошо дошьете как бы ту сторону, которая у вас была, скажем, недопрошита. Вот. И снова я вот возвращаюсь где-то вот в серединку между швами. И посмотрите, у нас получается красивый край с одной стороны, красивый край с другой стороны. Нам остается лишь только закрепить вот эти хвостики ниточек, которые мы прошивали ряд, и которая у нас была при общем вязании, то есть от целого мотка, скажем. Вот. Ну, там уже не целый моток, я имею в виду от рабочей ниточки. Смотрите, вот получается вот такой вот прошитый шовчик с внешней стороны и с внутренней стороны вот такой прошитый шовчик. Он гораздо, как вы видите, аккуратнее, и его практически, я бы сказала, не видно на фоне вот этих узоров. Даже когда-то, если вы оденете вдруг изнаночной стороной наверх, то, как вы видите, его не видно. Особенно, если снуд будет вот в таком положении на шее. То есть абсолютно его не будет видно. Как вы видите, по толщине, вот если убрать вот эти все хвостики, по толщине он ничем не отличается от общего вязания. То есть этот вариант мне, конечно же, гораздо ближе по душе. Немножечко с внешней стороны, возможно, какие-то там разграничения есть. Но, опять же, если он будет вот так, то, как бы вы ни одели, как на спинке, так и спереди, его будет абсолютно не видно. Вот. В принципе, осталось спрятать лишь только вот эти хвостики по ходу вязания. Вот здесь вот изнаночного ряда я их спрячу. Хорошо, обязательно их закрепите. Желательно, возможно, какими-то маленькими узелочками. Здесь этого будет, скажем так, не видно. Но по ходу носки и по ходу стирки изделия, возможно, у вас получится, скажем так, распускание изделия. Вот чтобы этого не было, чтобы этого избежать, лучше бы закрепить поплотнее. И, конечно же, наш снуд готов. Его осталось лишь только одеть на шею, завязать в нужном, скажем так, захватить в нужном направлении, закрутить. И наш снудик готов. Вот такой вот хомут получился. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, понравилось. Конечно же, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Кто не подписан, подписывайтесь. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok